Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как сделать линейку для глажки в домашних условиях. В последнем видео, где я делала сумку для развивающей книжки, я использовала такую линейку. Потом много кто спрашивал в личке у меня, что это за линейка такая и почему она, собственно, так дорого стоит. Потому что, не знаю, как это объяснить, но вот эти линейки для глажки почему-то стоят недешево. Вот эту я взяла, не помню уже когда, может года два назад, может больше, меньше, не помню уже, за 14 долларов. Сейчас она, по-моему, также стоит и, скорее всего, что это просто кусок фетра и на нем сублимационная печать. И сегодня я вам покажу, как очень быстро, просто и, главное, дешево сделать линейку для глажки в домашних условиях. Мне понадобится перманентный маркер для ткани, либо любой перманентный маркер, но главное, чтобы у него был тонкий стержень. Канцелярский нож, либо дисковой нож, мат для резки или любая досочка, на которую вы сможете резать. Также линейка. Я буду использовать линейку для петчурка. Если у вас нет такой линейки, то используйте любую линейку, на которой явно видно деление. Чистые полоски для восковой депиляции. Я их когда-то покупала, хотела попробовать для аппликации, но они не рвутся. То есть, когда я их увидела, подумала, что, может быть, они будут рваться, но они вот такие вот крепкие, они у меня так и лежат. Решила сегодня, что пора их достать и попробовать сделать вот такую линейку. Мне понадобится две полоски и понадобится клеевая паутинка. Итак, беру полоску, накрываю клеевой паутинкой. Сверху второй полоской накрываю тефлоновым листом. Вот так. И приглаживаю. Теперь нужно остудить и только потом снять тефлоновый лист. Перед тем, как рисовать какие-либо деления, обязательно выровняйте край. Теперь с помощью маркера и линейки для петчворка я нарисую линии каждые 1 см. Если вы используете обычную линейку, тогда по бокам сделайте отметки и через эти две отметки нарисуйте линию. С помощью маркера другого цвета, в данном случае у меня красный маркер, я нарисую пунктирные линии, где будут у меня отмечены половины сантиметра. То есть полсантиметра, полтора, два с половиной и так далее. Вырезала дублерин приблизительно размера А4, наверное. Теперь я его сложу пополам. Вот так. Закрою. И буду гладить. Но даже не гладить, а так прижимать, чтобы по несколько секунд держать в одном месте, чтобы две части дублерина склеились. Если у вас не очень жесткий дублерин, тогда возьмите не два слоя, а три, например. Буду начинать чертить от сгиба. То есть начало линейки у меня будет именно вот здесь, где сгиб. Буду использовать синий и красный маркер. Синий у меня будет для сантиметров и красный будет для полсантиметра. Если у вас нет такой линейки, тогда возьмите обычную линейку, приложите с одной стороны, потом с другой стороны, отметьте метки и потом нарисуйте. И забыла сказать, нужно сделать вот такие линии, то есть не сплошные, чтобы указать, сколько это будет сантиметров. То есть вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» После того, как деления нанесены, вот эти горизонтальные, нужно подравнять линейку и только потом уже можно нанести вертикально, если они нужны, то есть как вот в этой линейке. Также можно отметить и угол на 45 градусов. Равнять я буду канцелярским ножом. Теперь опять подровняю линейку, сделаю ее сантиметров на 16. После того, как все разметки были нарисованы, обязательно нужно закрепить маркер, чтобы потом во время глажки ничего здесь не стерлось. То есть просто нужно, вот так я возьму и утюгом закреплю маркер. Несколько секунд подержать, чтобы температура закрепила маркер. То есть даже если попадет пар или захотите постирать эту, будем называть ее линейкой, в общем маркер этот останется, никуда он не денется. Продолжение следует... В общем вот что у меня получилось, с результатом я очень довольна. Спасибо за внимание и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!